Ну хорошо, давай начнём. Представь, что ты отправляешься в невероятно занимательное путешествие. Достаточно закрыть глаза и вообразить всякие чудесные, красивые и захватывающие вещи. И всё это можно увидеть, почувствовать на вкус, на запах, на ощупь. Вот так. Хорошо. Твоё путешествие начнётся с того, что ты устроишься как можно удобнее и свободнее. Сделай глубокий, медленный и полный вздох через нос и не спеша выдохни через рот. Вот так. Отлично. Продолжай дышать, вольно и спокойно путешествие начинается. Вообрази всё, что тебе нравится. Возможно, тебе захочется полетать над облаками. Куда бы ты ни отправилась, я знаю, что твоё чудесное воображение унесёт тебя в самые прекрасные места, где тебе будет хорошо и спокойно. А я тем временем расскажу тебе сказку о маленьком слонике, что жил в зоопарке. Правда, он отличался от других слонов своим цветом. Так уж получилось, что он родился розовым. Все остальные слоны были серого цвета. Кто потемнее, кто посветлее. Но только малыш был единственным розовым слонёнком. Малыш очень переживал по этому поводу. Да и как было не расстраиваться, если остальные слоны смотрели на его розовый цвет косо и неодобрительно. А ему так хотелось быть вместе со всеми, бегать в одной компании, на перегонки и перебрасываться с другими слонятами, комьями земли и кувыркаться в грязи. Ты, должно быть, знаешь, что все слоны обожают валяться в грязи, а потом поливать друг друга водой из хобота. В общем, скучать некогда. Из всего этого был лишён розовый слонёнок, и всё из-за своего цвета. Поэтому всё виделось ему не так, как другим слонам, и он чувствовал себя не так, как все. Иногда ему было так не по себе, что, казалось, всё внутри дрожало от какого-то непонятного чувства. Чтобы много знать, слонам тоже нужно учиться. А они ведь даже о себе самих не всё знают. В один прекрасный день, когда слонёнок одиноко бродил в уголке загона, к нему подошёл старый, мудрый слон и спросил, «О чём печалишься, малыш?» «Понимаете, меня беспокоят, что я не такой, как все. У меня и игры свои, и делаю я всё на свой лад, не так, как другие. Ну а потом, ведь я розовый. Знаете, как трудно быть розовым, когда все вокруг серые?» Старый мудрый слон внимательно посмотрел на слонёнка и произнёс, «А попробуй, Буйка, вспомнить, когда твой цвет выручил тебя, именно твой розовый цвет. Не случалось ли такого?» Малыш вспоминал, вспоминал, вспоминал. И вдруг вспомнил. Как-то очень давно он потерялся и одиноко плутал в темноте, в то время, как его разыскивали смотрители зоопарка. Верно, верно, я помню такой случай. Они с ног сбились, а меня нигде нет. Вечер становился всё темнее, мне было очень страшно. Я прёл по какой-то дороге, не зная, в какой стороне мой дом. И вдруг неподалёку остановилась машина, и ко мне подбежали радостные смотрители. Они отыскали меня. А один служащий зоопарка сказал, «Да чего же хорошо, что ты такой розовенький. Прямо так и светишься в темноте». Продолжение следует... Продолжение следует...